Так, продолжаем. Лев Яшин, советский футболист, вратарь, тренер, олимпийский чемпион. Лев Иванович Яшин родился 22 октября 1929 года в семье московского рабочего. Несколько лет Лев стоял в воротах, сначала дворовой команды, затем школьной, заводской. Его юность пришла на тяжелое военное время. В 14 лет он уже работал на заводе подозрока «Все для фронта, все для победы». После службы в армии выступал за клубную молодежную команду московского «Динамо». Обладал прекрасной координацией движения и мовнической реакцией. Умел предвидеть, как будет развиваться атака, умел выбрать выгодную позицию. Он орационализировал вратарскую технику, отворил в воротах книжные чудеса. Бьет в 9, берет. Бьет в 6, берет. Бьет в хвостые ворота. Он уже в веселье лежит на траве, все равно берет. В поединке с нападающим 1 на 1 он выигрывал все. До сборной страны выступал до 38 лет. Провел 78 матчей, 14 сезонов в отряд. Наибольшее счетов от встречи за московского «Динамо» 326. В статистике общественного пресс-центра Московского «Динамо» к врачельному матчу «Яшина» подсчитали все его игры. Их оказалось в 712. По количеству выигранных медалей «Яшин» рекордсмен среди советских футболистов. Олимпийский чемпион летних игр 1956 года в Мильбурне. Четырежды входил в состав команды, заявленные для участия в чемпионате мира. Трежды играл в финалах чемпионатов мира. «Яшин» вошел в символическую сборную СССР за 50 лет. Был капитан «Динамо», сборная СССР, сборная УФА, сборная ФИФА. Играл за сборную ФИФА в 1968, УФА в 1964-м в прощельных матчах, когда он нечаянно мяч из-за турецкого вратаря Тургая. Трежды признавался лучшим вратарем сезона. В северско-30 лучших футболистов страны первый месяц среди вратарей занимал с 1956 по 1968 год. И однократно хватил десятку лучших футболистов в СССР за год. Как лучший футболист в Европу, в 1963 году был награжден призом «Золотой меч». Последний в прощельных матч состоялся в 27 мая 1971 года. В этот год он передал вратарскую эстафету по окончании прощельного матча, и Ешин обратился к трибуну в вожняках с короткой, нескладной речью. Спасибо народу, он ушел в ранге национального героя. Еще в 1967 году Лифа Иванович окончил школу тренеров при государстве на Центральном институте физической культуры КЦОЛЬФИКИ. И после завершения футбольной кореи занесла тренерской работой. В 1971-1975 годах был начальником динамской команды, а затем работал тренером второй сборной СССР и некоторых времен детских команд. Лифа Иванович Ешин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни. Был похоронен на Ваганьхо с укладывающей столицы. На аллее спортивных салов в вожняках ему установлен памятник к ключейшему футболисту нашего времени. Его играют и целая эпоха в развитии вратарского искусства. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok